Библейский портал экзегет.ру представляет И возвратился тот ангел, который говорил со мною. Речь идет об ангеле, уже упоминавшемся в 3 главе, где было пророку видение великого Иерея и Сатана. Вот этот же самый ангел, ангел переводится посланник, посол, кстати, тоже будет ангел, слово, мал-ах, мал-ах, вот этот мал-ах, ангел возвратился, вновь и говорит, «И пробудил меня, — говорит Захария, — как пробуждают человека ото сна его». Спал ли он, не спал, непонятно, но как-то вот пробудил его ангел. Примерно как пробуждают человека от сна его. Будет, толкают, случай был с пророком Ильей такой же. «И сказал он мне, — ангел говорит Захарии, — что ты видишь?» И дальше начинает пророк рассказывать о своем видении, передает ангелу. «Вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его». Вот что видит пророк. А еще он видит вот что. «И две маслины на нем, на этом самом светильнике, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». По всей видимости, следует понимать так. Светильник — это мэнура. Мэнура, которая была в храме, семисвечник. Вот эта самая мэнура, здесь не совсем, судя по этим сжатым описаниям, не совсем похожа на ту мэнуру, которую унесли в плен, захватили, точнее, Навуходоносор и вавилоняне, унесли ее в Вавилонию, вавилон. Отстраивается во времена Захарий храм Иерусалимский. Сосуды, которые иудеям вернул персидский царь Кир II, они их с собой забрали. Неизвестно, была ли среди этих сосудов мэнура, семисвечник. Но впоследствии во втором храме мэнура тоже была изготовлена. Ту ли самую мэнуру, тот ли самый светильник, семисвечник, видит Захария, непонятно. Но судя по этим указаниям, которые здесь, не совсем вроде бы ту. Что же такое это самое мэнура, светильник? Это народ Господень. Это иудеи, и возвратившиеся в Иерусалим, и рассеянные, продолжающие оставаться в вавилонском рассеянии, в изгнании. Что такое свет этих самых лампад, которые на мэнуре? Это свет Божий. Свет Божий, который просвещает народ Божий. А что такое две маслины? Шнаемзетим. Две маслины на нем, на ней, на этой самой мэнуре, на этом светильнике, слева и справа. Это все те же самые Зоровавель и Иисус, сын Иосидеков, о которых речь шла в предыдущих главах. Это две ветви власти. Гражданская власть и религиозная власть. Правитель, Зоровавель, светский правитель, поставленный персами, и религиозный лидер, Иисус, первосвященник. «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал, я не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне, это слово Господа к Зоровавелю». То есть в этом видении к Зоровавелю было слово Божие. Через пророка, значит. «Слово Господа к Зоровавелю и выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Вот ряд целых пророчеств, обращенных к Зоровавелю. Зоровавель совсем скоро он возвратится в Вавилонию, и мы увидим дальше в 6 главе, как исчезает его имя, остается только имя Иисуса, сына Исидекова, первосвященника, а имя Зоровавеля исчезает. Хотя там будут два венца, но оба они для Иисуса, по сохраненной нами версии текста. что стало с Зоровавелем и почему его власть завершилась и не была продолжена. Это большой исторический вопрос, большая историческая тема. Ведь Зоровавель – это отрасль, как мы читали в предыдущей 3 главе, еще прочтем 6. Это слово «отрасль» будет относиться в 6 главе к Иисусу, сына Исидекову, но в 3 тоже относится к Иисусу, Иерей Великий. Первые слова, а заключительные там в 8 стихе 3 главы. «Привожу раба моего отрасль». Отрасль, цемах – это потомок Давида. Это мессианское имя, мессианское название для потомка Давида, который восстановит мессианское царство, царство Давидидов. Вот эти надежды связывались с Зоровавелем, прямым потомком Давида. Но не суждено было сбыться этим надеждам, монархия в израильском народе не была восстановлена, вернувшиеся из плена так ее и не восстановили. Вообще мы мало что знаем о персидской эпохе, об Израиле времен персидской эпохи, длившейся 200 лет, с небольшим. В этот период происходили, конечно, очень важные события, какие-то отголоски этих событий, о каких-то отголосках этих событий мы читаем у Агеи, у Захарии, у Ездри, Неемии. Может быть, что-то книга Исфир нам сообщает. Но, к сожалению, это все, что есть у нас. Никаких других документов не сохранилось. Сохранилась светская история Персии, и у греческих авторов много описывается правление всяких разных персидских монархов. Но о том, как жила Иудея, мы знаем очень немного в персидскую эпоху. «И было ко мне слово Господне» 8 стих. «Рука Зарававеля, руки Зарававеля положили основание дому сему». Имеется в виду храм, в котором этот самый светильник, это самое Менура. «Его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Савов послал меня к вам». Это говорит ангел Господень. Ангел Господень передает слово Зарававелю. «Господь послал меня к вам». Очевидно, вот этого ангела. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Очи Господа, объемлющие взором всю землю. Семь лампад, которые на светильнике. Божественный свет, божественный дух, забота Божья о его народе. И они объемлют всю землю. Земля здесь, можно понимать, как всю землю, святую землю Израиля, а можно понимать, как всю землю вообще, все мироздание. Понятно, что они объемлют небо, но здесь они еще объемлют и землю. Исаия, когда ему было богоявление, 6 глава Исаии, он услышал слова «Кадош, кадош, кадош, адунает сававод, кольгаарет, смалек и водо». «Вся земля полна славы его». Небеса не упоминаются, потому что и так понятно, что небеса полны славы его. А вот удивительно, что вся земля наполнена славой Господней. И вот здесь вся земля, здесь тоже говорится, вся земля, ее своим взором, очами своими объемлен Господь всю землю. «Тогда отвечал я и сказал ему, ангелу». Продолжается диалог пророка с ангелом. «Что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Он не слышит ответа на этот вопрос и задает следующий вопрос. «Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные Илеем, предстоящие Господу всей земли». Господь – Бог Израиль, а Он – Господь всей земли. Пред Ним предстоят пред Господом Зарававель и Иисус, сын Иосидеков, представляющий собой один светскую гражданскую власть, политическую, другой представляет собой религиозную власть, власть священников. Вся власть скоро будет прибрана к рукам священников, и уже, в том числе светская, и останется один Иисус Иосидеков. Какая-то произошла вот такая вместо симфонии узурпация священниками и светской власти в том числе. Дальше, в пятой главе, будет представлено еще два видения. Еще два видения, шестое и седьмое, с ними мы познакомимся в пятой главе. Первые шесть глав Захарии, как я уже говорил, это целая серия видений, восемь видений, разных о судьбе народа Божьего, возвратившегося из Вавилонского плена. Запись делается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова